Алиса, расскажи, пожалуйста, зачем ты ездила в Китай? Мы были делегацией из России, представляли Россию на международном форуме стран БРИКС. И Федорченко Алексей был выбран как представитель, русский режиссер. И он в «Альманахе» снимал русскую короткометражку, то есть фильм «Альманах» стран БРИКС состоял из пяти короткометражек одинакового времени. То есть каждая должна была быть по 18 минут, и всех их объединяет одна тема, это название фильма «Куда уходит время». И то есть уже фантазии режиссеров, каждый режиссер из своей страны уже сам придумывал. Что это будет значить? Здравствуйте! 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 Здравствуйте, проходите! Алиса! Роман, все? Ну и да, и «А куда уходит время?» И между каждым режиссером, который главный, который придумал, который выбрал Федорченко, это, сейчас я вспомню, очень, говорят, известный режиссер Китая, а его зовут Джан Ко, как Джан Ко, ну и там еще какое-то китайское слово. И он известный, и он все это вообще организовал и придумал, и как бы принимал вот нас. И он еще придумал, чем все-таки объединить, чтобы оно имело вот именно форму, как один фильм единый. И от каждой страны в конце фильма уже на титрах был афоризм, то есть подходящий именно под его фильм. И у нас был очень красивый, и Алексей Станиславович его сам придумал. Звучит так. «Время — это река, любовь — это океан, и там, и там можно утонуть». Очень красиво мне, да. Ну а про Китай что-нибудь еще тогда? Ну, они очень гостеприимны были на этом фестивале. У них очень много и очень вкусно кормят, но только остро. И первая, ну вот все остальные от нашей делегации — это продюсер Дмитрий Воробьев, режиссер Федорченко и сестра, ой, сестра, дочка Федорченко и жена Дмитрия. И вот я была пятая. И они все как-то нормально к острому. Я вообще его не... Я его вообще остро вообще не приношу. Но за пару дней я так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом я уже, по-моему, не могла уже жить без острого и уже ела. Но они, правда, они очень... Это у них чили, вот это специи. И они это очень любят. И добавляют везде чуть-чуть, и уже даже вот, уже можно было вот в десерт еще бросить щепотку. И все. А первое впечатление... Ой, до свидания. До свидания. Первое впечатление от Китая, вот самое такое яркое какое было? Самое-самое яркое — это смог. У них, значит, как только самолет приземлился, и мы вышли, значит, в город. Это не от солнца. О, а я еще из самолета подумала, ну неужели прохладно? Ну как, у меня это сразу. Если не от солнца, то, наверное, должно быть как-то бы прохладно. И думаю, да нет, да правда, ну какие лета, Китай, как-то... У меня так не сошлось. Мы выходим, и оттим... Жарко, ну как тепло, но вот эта влажность какая-то, я чувствую себя как в парной, в парилке. И нет солнышка. А потом, когда мы вышли уже из аэропорта в город, мы выехали, все в смоге. Я думаю, это туман, что ли? Мы спрашиваем, это туман? Нет, это смог. От количества машин, от количества людей там живущих, что переполнение населения. И он у них постоянно... У них постоянно держится, только если не выходит солнце. В последний день, когда я улетала, вышло солнышко, и там полдня мы могли погулять под этим солнцем. Было очень жарко. И смог уходит. Когда солнышко сойдет, смога нет. А так, ну а так, это на самом деле выглядит красиво. Это как туман, будто бы это очень красиво. Но везде, в телефоне, когда мы заходили посмотреть, какая погода, сколько этих градусов, то везде писали, воздух опасно, вредно. Или там вредно для группы риска. Ну, то есть, представьте... И что, они в респираторах ходят? Ну, не все, но есть люди, которые, да. Ну, и то, что... И еще это вот от самого города. То есть, красиво, но все-таки, видимо, бред, где надо смог. Но ничего. Вот. А, когда нас привезли в отель, это был самый, по-моему, крутой. Он был в самом центре города. Я когда думала, мы что, здесь будем жить? Я просто не могла поверить своим глазам. И когда я зашла в номер, там, он огромный. Там вот такая кровать. Значит, это ванна с джакузи, с телевизором. Приносят фрукты каждый день. Ну, как-то вообще это было настолько шикарно. У нас была кофемашина, и каждый день ее пополняли три раза. То есть, ты вот... Прямо в номере? Да, кофемашину ты можешь сам из капсулы вставляешь, она там наливаешь здесь. Бутылочка такая красивая с водой. И пополняли, ну, вот, это сливки кофе, там, водичку, шампуни. Ну, вот все вот это вот то, что нужно. Пополняли три раза в день. Утром могли там поменять, если у тебя не хватает чего-то. Если ты там ушла на завтрак, они днем к тебе забурятся, что-то там поменяют. И еще и вечером до кучи. То есть, это можно было вообще... Алиса, а какой это был город? Чэндум, это столица Сычуанской провинции. И он считается, ну, что он входит в пятерку самых больших городов. И там живет 12 миллионов. Вот. А в Сычуанской провинции, говорят, живет 70 еще, по-моему, миллионов или 80. Ну, это уже вся там провинция, там много городов. Вот. Я еще хочу... Еще потрясение я хотела сказать. Это уже было на предпоследний день. Это были панды. Все-таки там символ... Да. Мы же видели в фейсбуке. Вы с ними обнимались там. Да, символ Китая. Вот символ Чэндум считается пандой. У них там питомник. Их там какого-то разводят, ухаживают за ними. Вот мы ходили как бы в такой зоопарк, где просто их вот можно посмотреть. И даже говорят, что можно потискать. Но в прошлом году какая-то панда от тиска не заболела. Да, и они перестали пускать, ну, там, кого попало. Ну, то есть, и на самом деле, вот, ну, они, панды, как выяснилось, реально любят обнимашки и тисканье. У них, видимо, какой-то рефлекс вот на обнимание. И там есть объявление, это все официально, то есть серьезное объявление, что там люди, пожалуйста, записывайтесь на волонтерство, на обнимание с пандами. И то есть, там в офис, видимо, проходишь, чтобы не болеть, ну, чтобы не заразиться, там, чтобы панда не заразит, какое-то, видимо, обследование, ну, какое-то такое, здоров-нездоров, проходишь, и все. И то есть, можно записаться и обниматься с пандами. И сколько хочу тут остаться, хочу обниматься с пандами. Но они, правда, такие милые, такие глазки черные, улыбки, грызут этот бамбук несчастный. Потом нам лялек, эти ляльки, панды трехмесячные, которые еще ползают, они не умеют ходить, они вот так вот, как ляльки, ну, правда, такие ляльки, там, ой, зевали. Ну, прям такие, чип-чип-чип, няшечки. Вот, и тоже потрясение было еще от этих панд. Но все-таки еще я хотела про фильм спросить. Ты же ведь уже много раз снималась в кино, да? Ну, немного, хотелось бы больше. Ну, я снималась вот у Лозницы, получается, в эпизоде. У Федорченко тоже вот там вот у меня был эпизод вот в прошлом фильме «Ангеловой революции». Уже второй раз у Федорченко. Вот, и вот здесь мы, я, Костя и Саша, Замураев, снимались втроем. И, ну, круто, здорово, и фильм. Я уже на форуме, там, на актерском форуме, там говорила речь, ну, там речь, что я из самого лучшего города, это города в мире, из самого лучшего театра, и что у нас такие красивые места, и кто видел фильм в этом, убедились. И вообще все это я говорила. И еще сказала, что фильм у нас получился очень красивый, очень страшный, и бьющий вот в самое сердце. И когда я его смотрела, я плакала раза эти 17, там, 18 минут, раза три, наверное. Несмотря на то, что мы там сами, и все равно же, ну, волнуешься, волнительный. Ну, начинать было сложно, то есть я только так на себя посмотрела, меня так чуть-чуть передернуло, что вроде там недовольна опять собой, где-то что-то кажется таким неорганичным. Но потом ты забываешь это, перестаешь за этим следить, потому что действительно история, она ведь очень, ну, красивая, действительно страшная. И правда, она цепляет по-человечески, то есть она тебя вовлекает, ты начнешь сопереживать, как будто бы не я там была, и Костя, и Саша, как будто бы вот начинаешь действительно сопереживать, начинаешь волноваться, начинаешь там, весь там вот это участвовать вместе с героями, и правда, это смотришь на наши места, у нас у единственных была зима, потому что в Бразилии, наверное, зимы вообще никогда снега не видели, Южная Африка тем более, Индия тоже нет, ну, вот в Китае, я не знаю, может, у них есть какие-то осадки, которые тут же тают, ну, тоже, собственно. И у всех как бы похожий достаточно климат, ну, по картинке. У нас начинается фильм, и белым аж зрителям глаза, мне кажется, аж прорезало, потому что все так... Они снега не видели, особенно, когда мы с Сашей там крутим дрезину, мы дрезину разворачиваем, все, во-первых, смеялись, как мы ее разворачиваем, потому что они, наверное, обычно там люди этой дрезины никогда тоже в жизни не видели. И еще мы ее разворачиваем по пояс в снегу, идем разворачиваем, тоже там у всех такое было удивление какое-то, вот. Ну, и еще там как-то страшненькие, и были какие-то смеховые реакции тоже, потому что, действительно, отношения русской семьи, наверное. Хотя, наверное, люди везде одинаковые, в любой стране, и эта история могла бы в любой стране произойти. Тем более, что основа для истории, Алексей Станиславович нашел, ну, в интернете, насколько я поняла, это китайская история, то есть основа, ну, вот, из которой уже родился сценарий, да, это китайская история. Алиса, где-то можно посмотреть этот фильм? Фильм, я думаю, пока нет, потому что права, насколько я поняла, еще год будет принадлежать китайцам, и через год уже можно, мы можем показывать, то есть, какие-то публичные показы, то есть, потому что права уже будут как бы общие, все будут страны, могут показывать хоть где, а год нет, но, может быть, не знаю, может, у нас получится какой-то закрытый показ, хотя я не уверена, я не знаю, потому что, ну, насколько это возможно, можно, может, там серьезно все что-то, нельзя. Ну, год, год подождать до следующего Калядоплейса. В следующем Калядоплейсе по-любому будем смотреть. Я очень хочу, я вот один раз увидела, мне хочется еще, еще, еще. У китайцев это, вот, как бы каждый год что-то такое проходит, да? Это второй фестиваль Брикс, и первый проходил на Гуа, где Юлия Пересильт ее читала, она была в конкурсной программе их фильм «Битва за Севастополь», и она там выиграла женскую главную, лучшую роль. То есть, это был конкурс на наш фильм, поскольку это объединяющий, то он был вне конкурса, это такое, такое сотружество, ну, то есть фильм такой объединяющий все. Ну, здорово. И съемки такие интересные. Съемки, съемки были, ну, меня спросили на форуме, в чем сложность, я даже не смогла, потому что, ну, настолько там прием был, вот этот роскошный, потому что я села, и я забыла, какие у меня были сложности. Вот, ну, а на самом деле, ну, в чем были? Потому что их главные роли — это дебют, ну, в кино. Пусть это и короткометражный, но все-таки это, ну, такая большая ответственность, плюс еще представлять русскую делегацию где-то в Китае. Это, в этом, конечно, была психологическая сложность, что чувствуешь ответственность, и все. И поскольку дебют, не знаешь, как играть в кино, ну, не знаешь же, но Федорченко очень, ну, он знает, чего хочет, и он помогал, и я надеюсь просто, что мы его, ну, как, что не подвели, что он доволен, самое главное, пусть будет вот так. И как бы в этом была сложность, что мало снимать. Вот снимались бы мы, ну, побольше, и я думаю, что бы мы вошли во вкус, и уже бы как-то смогли свободно это делать, потому что все-таки есть некое стеснение, ну, в этом сложности, стеснение. Как-то можешь отпустить себя, если не можешь отпустить себя, то, как бы, да, вот эта сложность, сложность от неуверенности в себе, а неуверенность в себе, потому что мало знаешь, знаешь, как нужно, знаешь, может быть, не все, можешь уже в мотиве, потому что кто-то часто снимается, они, наверное, режиссера понимают уже с полуслова как-то, я не знаю, А здесь всё равно ещё в материал, может быть, ну не знаю. Алиса, так всё ещё впереди. Уже в таком возрасте уже две роли. И у таких режиссёров кто-нибудь заметит и позовёт обязательно. Желаю, чтобы никто не будет, чтобы прям... Вот как вот эти двое. Пусть даже они снова меня позовут, я буду рада. Ну мы тоже очень радовались за тебя там. Спасибо большое.